Когда ясновидящий видит в теле другого человека процесса разрушения, это его ситуация? Ведь Бог не видит процессов разрушения. Почему тогда их видит ясновидящий? Можно ведь больной орган увидеть в свете, а не то, что там какая-то война идет. То же самое и в социуме. Например, пришел человек, оскорбил. Можно подумать, что человек, который оскорбляет, плохой. А можно увидеть помощи мира через присутствие этого человека. Например, тот, кто оскорбляет, задержал, и другой не попал в аварию. И тогда чувствуешь уже любовь к нему. Так вот, вопрос. Если ясновидящий видит разрушение в любом проявлении, это ему нужно работать со своим сознанием в первую очередь, а потом уже восстанавливать другого? Как вы считаете? Ну, когда мы говорим о том, что Бог не видит негативного и отрицательного, то надо понимать, что Бог – это идеал позитивности. Поэтому он, конечно же, не видит отрицательного. Он в любом человеке видит тот потенциал будущего, который, в общем-то, приведет и того человека, то есть его творение, к тому, чтобы он тоже был абсолютно позитивным и не отрицательным. Но человек одновременно является проявлением и земли, и неба. То есть у него как бы два сущностных начала. Поэтому он всегда частично одно и частично другое. И он может, в отличие от совершенно позитивного центра идеальности, видеть то, что тот не видит. То есть некоторые негативные процессы, потому что он тоже частично погружен в эти процессы, в своей жизни, в своих событиях, в своем мышлении. То есть если ясновидящий достигнет божественного состояния, а этот потенциал есть у каждого человека, то и он, даже если он взглянет на что-то отрицательное, негативное, или даже смертное, то болезнь может уйти, негатив может не состояться, а умершее может воскреснуть. Но этого надо достигнуть, потому что человек тогда должен стать светом. Как и Бог. Ведь все в этом мире состоит из света. Если вы стали светом, то ваш взгляд, а взгляд это, как говорили раньше, зеркало души, то ваш взгляд тоже станет целительным, спасительным, созидательным и воскрешающим. То есть вот чего человек может достигнуть. Подобие Богу. То есть это, этот вариант возможен, но до него надо как бы дойти еще. Постараться, доразвиться, мягко говоря. И если, конечно, человек все еще видит вокруг и отрицательные моменты, это означает, что и в нем они еще есть. Одновременно в этом опросе был такой момент, что вот иногда как бы некое негативное событие оказывается спасительным. Да, это тоже точно. Мы никогда не находимся, ну как бы, наедине сами с собой. Нам всегда из-под тишка кто-нибудь помогает. Другое дело, что мы замечаем это или не замечаем. Вот это уже следующий вопрос. вопрос. Так, еще один вопрос. Вы в книгах писали, что скоро появятся новые планеты, гармония, создание, любовь. Известно уже, где они появятся? на структуре древа жизни. Ну понятно, что на структуре древа жизни он не появится на его самой вершине. Это здесь однозначно. Значит, они уже, в принципе, есть, но находятся в режиме невидимости. В какой-то мере их уже обнаруживают по различным, так сказать, измерениям притяжений, флуктуациям определенным астрофизики. И уже говорят о том, что есть некие массы, которые они как бы не видят, но которые вот по косвенным признакам уже есть. Это как раз те самые планеты. Пока еще не время видеть их, хотя уже очень близко все. Так что они появятся и планеты гармонии, и планеты созидания, и планеты любовь. Более того, их проявления в социуме уже есть. Просто надо это наблюдать и замечать. Не все способны такое видеть. Ну, учимся. Дети растут когда-то. Сегодня нельзя, завтра можно. Как вы относитесь к говорению на иных языках по-библейски? Даже Иисус предсказывал, что мы будем говорить на иных языках и в подтверждении Его слов. Так оно и случилось после Его воскрешения. Благодарю. Я не знаю на каких языках иных будете говорить, хотя у меня в жизни был такой случай. Я всю жизнь мучился английским языком и никогда не мог его выучить. Когда я поступал в институт, мне поставили реальную двойку и колу за грамматику и сказали, что делать. А я поступал на редакторский факультет полиграфического института, но уже был в это время членом союза журналистов. То есть они выпускают тех людей, которые когда-то должны стать членами союза. Я уже был и поступал туда. Вот это их очень напрягло и они в общем-то меня приняли. Потом много лет были просто чудеса создачи экзаменов. Там на первом курсе у нас принимали причем там же принимали другие преподаватели, которые не вели курс. Ну, чтобы не было какой-то. Присылались других курсов. Пришла женщина какая-то злая, взъерошина. Всем начал ставить двойки. Там все в общем-то уже кто даже спец школу кончал по английскому языку, все вылетели с двойками и зачетами. Потом она вдруг очнулась, оглядела на сжавших, сжавшихся на задних партах и говорит давайте все зачеты. И всем поставил он древоритель. И такие вот чудеса шли до самого конца. не зная язык, я там вообще на четвертом курсе пришел профессор, который в общем-то автор учебника и когда он начал со мной разговаривать там, а он же по-английски на четвертый курс, а я не кукарек он говорит как как вы сдали экзамен ну я начал объяснять что вот так вот как-то сдавал он говорит да нет экзамены а выпускной школы и вот и потом когда он принимал экзамен значит потом я пришел он на меня так смотрит что и ты будешь экзамен сдавать я говорю да он говорит бери билет садись вот сюда прямо перед собой я взял билет сел перед ним и вдруг непонятно я сам не понимаю я все понимаю я читаю понимаю пишу по-английски ответы потому что там надо заполнить написал потом ему даю он смотрит на меня с уземлением начинает со мной разговаривать по-английски причем долго так разговаривает и очень так уж за за пределами вот этих вопросов всех которые там были и потом говорит так вообще-то я обязан вам поставить пятерку у вас прекрасное произношение вы великолепно знаете язык он даже добавил может быть я и сам так его не знаю как вы знаете но я понял что вы издевались надо мной я поэтому поставлю вам четверку то есть я получился четверку вышел в коридор и тут же забыл весь этот английский язык вот тоже заговорил на незнакомом языке это к вашему вопросу на каких вопросах заговорят не знаю но у меня такой случай конкретно был а потом и на пятом курсе меня еще и в пример поставили вот говорит вот человек если знает язык значит знает и весь даже курс смеялся громко когда услышали это заявление преподавателя так что вот по поводу разговора на наставном языке у нас все есть ну поймите вот как говорил Федор Иванович все во мне я во всем он же не просто так сказал он был очень мощным провидцем и в нас все знания есть и любых языков другое дело актуализированы они или нет есть необходимость или нет вот у меня такое произошло но я никаких для меня это такая же неожиданность что я это заговорил как я не думал что так получится я готовился двойку получить заслуженно